Ровно в 10 утра трансляция боя кремлевских курантов возвестила о начале торжеств на площади Куйбышева в Самаре. К этому времени парадные расчеты уже построены, последние приготовления завершены. Перед началом войска 2-й гвардейской армии салютом поздравили героя Советского Союза Владимира Чудайкина. И вот, согласно строевому уставу, знаменная группа выносит государственный флаг и знамя победы. Знаменная группа выходит под звуки песни «Священная война». Эта маршевая мелодия стала символом защиты Отечества в годы Великой Отечественной войны. После выноса знамени начались официальные поздравления. Весь мир увидел, как советские бойцы бросали к стенам Кремля штандарты, поверженных фашистских армий. Это был великий триумф нашего народа, сумевшего не только выстоять в смертельной схватке с врагом, но и изменить всю мировую историю, спасти человечество от коричневой чумы. И завоевали эту победу наши соотечественники, наши с вами родные люди. Самара Куйбышев в годы войны была запасной столицей. Предприятия региона обеспечивали Красную Армию техникой, оружием и горючим. И почти полмиллиона жителей области отправились на фронт. Самые прекрасные, удивительные, сильные духом люди выстояли и победили захватчиков фашизма. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал, память о Великой Отечественной войне, о ее правде – это наша совесть и наша ответственность. Наш святой долг – защищать подлинных героев. После исполнения гимна России началось торжественное прохождение парадных расчетов. В строю военнослужащие, силовики и курсанты в этом году участие в параде принимали гости из других регионов. По площади прошли колонны разных родов войск Центрального военного округа. Тем более, что многие города отказались от проведения парада. Масок на военных не было, но все остальное с учетом требований Роспотребнадзора и в строю, и на трибунах. Основными зрителями стали медики, социальные работники, почтальоны и волонтеры – герои нашего времени, противостоящие коронавирусной инфекции. В этом году у россиян есть уникальная возможность дважды отметить День Победы. 9 мая и сегодня по площади Куйбышева парадным строем проходят военнослужащие Центрального военного округа. Точно так же, как ровно 75 лет назад, 24 июня 1945 года, в Москве по Красной площади прошли воины-победители. После прохождения пеших колонн на площади показалась военная техника. Современные машины, стоящие на вооружении 2-й гвардейской армии и раритетные образцы времен Великой Отечественной войны. Авиационная часть парада – это вертолеты и самолеты Су-24МР и Су-34. По общему впечатлению, парад получился даже более масштабным и зрелищным, чем в предыдущие годы 9 мая. И 9 мая, и 24 июня, и день, когда пройдет бессмертно, полгода 3 сентября, когда мы будем отмечать завершение Второй мировой войны. Все это дни, когда нам нужно вспомнить о том, как это было. Впечатление, конечно, грандиозное. Комогу горла. Великая дата Великой Победы. Поэтому хочется пожелать здоровья, здоровья ветеранам и поздравить всех жителей нашей страны и нашей губернии с этим праздником. Военный парад в Самаре смогли увидеть люди во всем мире. Были организованы телевизионные и интернет-трансляции. Вещание проводилось в том числе и на ресурсах телеканала «Самара ГИС». Олег Зверев, Василий Колдашов. События.